Доброе утро, друзья! Добро пожаловать в новый Vlogmas! Сегодня нас с вами ждет что-то очень насыщенное, так что оставайтесь со мной. И я также оставила вам в описании тайм-коды, чтобы вам было удобнее ориентироваться по видео. Обязательно заглядывайте! Сейчас мы переместились с вами в очень классный магазин Tiger. Вы уже с ним знакомы, я показывала как-то в одном из своих влогов. И в этом видео мы с вами посмотрим новогоднюю и рождественскую коллекцию, которую представил этот магазин. У них обычно очень много всего креативного и интересного, что не найдешь ни в одном другом магазине. И как мне кажется, это отличное место также купить какие-то интересные рождественские подарки. Вот, например, елочные игрушки, очень необычные. Например, сейчас вы можете видеть в виде суши. Есть очень необычные игрушки в виде дрели, всяких пил, кисточек. Очень интересно выглядят. Ну и есть более классические, конечно. Ну вот, кстати, машинки вот такие, трактор. Очень мило смотрится. Также, что мне очень нравится, там продавалось очень-очень много всего супер уютного. Например, вот такие милые кружечки. А если вы посмотрите на эту кружечку, то представляете себе, в верхнюю часть этой кружки вы наливаете чай или кофе, любой другой горячий напиток, а вниз кладете печенье. Очень милая идея. В одном из предыдущих видео, где мы с вами ходили в магазин Tiger, я уже говорила, что я стараюсь не записывать звук в этом магазине, потому что там всегда очень-очень громко играет популярная музыка. Поэтому я потом уже, когда прихожу, записываю вам все, что мне удалось там наснять и рассказываю, что мне там особенно понравилось. Как вы можете видеть, продается очень много каких-то уютных мягких вещей, например, носочки или тапочки или просто какие-то милые полотенчики, игрушки. И также продается огромное количество открыток, которые тоже очень милые и с душой сделаны. Очень хороший вариант для подарка. Посмотрите, какие милые ручки с елочкой и с Санта-Клаусом. Очень много подарочных вариантов, пакетики, оберточная бумага, различные ярлычки. КОНЕЦ Вот это, например, музыкальный держатель для туалетной бумаги. Вы можете, собственно, сами записать какое-нибудь голосовое сообщение себе, и это будет проигрываться, когда вы отрываете бумагу. А это чесалка для спины. Удобно, не так ли? Появилась вот такая милая коллекция с разными зверушками, и я не удержалась и купила себе кружку с енотом, потому что я, если честно, большой любитель енотов, поэтому в самом начале видео вы уже могли ее видеть. Также в магазине продается огромное количество сладостей. Вот, например, пряничный домик, который вы можете собрать. В набор входят все детали. И, как вы можете видеть, имбирное печенье, много-много всего. Это такие специальные милые держатели для колечек. Тоже очень интересная идея, как мне кажется. Также здесь продается огромное количество других предметов, например, милые и уютные коробочки, или какие-то декоративные чашечки, баночки. В общем, очень-очень много всего. Здесь действительно можно купить очень необычные подарки. Кто помнит это место? Здесь уже потихонечку все оформляют под Рождество. И сегодня сюда пришла попозже, чтобы посмотреть на фонарики. Посмотрите, как красиво. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Здесь уже просто атмосфера Рождества во всем Просто чувствуется Очень красиво все украшено Это все можно купить Вот смотрите просто какая красота с ума сойти. Надо было сюда давно заглянуть, потому что здесь просто все максимально устроено под то, чтобы было хорошее настроение. Смотрите, какая скатерть красивая. Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, я только что абсолютно случайно зашла в очень атмосферный новогодний магазин, даже скорее рождественский, наверное, потому что у нас все-таки в Европе здесь больше ценится Рождество. В общем, это просто потрясающий магазин. Я вам оставлю обязательно адрес, где он находится. К сожалению, в этом магазине нельзя было снимать, поэтому я вам буквально вставлю, что удалось вообще изначально снять. Надеюсь, что вам понравится, поэтому если вы живете в Праге, то обязательно заглядывайте в этот магазин. Там просто потрясающие вещи, сделаны с душою, и чувствуется атмосфера таких прошлых лет, так скажем. И вот какое-то такое именно старое рождественское настроение, атмосфера такая. Вот, так что там просто потрясающе классно. Смотрите, как красиво украсили торговый центр. И елочку поставили. А вот с той стороны уже каток. Люди катаются вовсю. Смотрите, здесь появился измеритель температуры. Как интересно. Вот, смотрите, здесь отдел, где продаются различные рождественские маски. Ну, не только рождественские, но я вот думаю себе вот такой купить. Здесь вообще в этом таком магазинчике, даже, наверное, это скорее не совсем магазинчик, а просто стойка, продаются разные носочки, ну, в том числе какие-то такие подарочные тоже упаковочки продаются. И я все-таки купила масочку, сейчас одену, и будем с вами получать дозу новогоднего настроения. Весь торговый центр уже украсили. И, кстати, теперь открыли все магазины, поэтому сейчас довольно много людей. Ну, как-то все поживее так выглядит уже. Здесь уже тоже во многих магазинах появляются вот такие вот стоечки с разными подарками, игрушками, сладостями. Смотрите, здесь продаются елочки. Это все натуральные елочки. И здесь довольно большой выбор, можно просто веточки покупать, а можно покупать целые вот такие вот красивые пушистые красавицы. Очень, кстати, хорошо выглядят. Есть вот более маленькие елочки. И там и целый склад, так скажем. Вот вы можете видеть здесь примерные цены. В общей сложности можно сказать, что они стоят 300 крон. То есть где-то 900, наверное, 50 рублей уже по современному курсу. Здесь целый елочный рай. Это все натуральные елочки. Если вы любите натуральные елочки, то здесь, в принципе, довольно приемлемые цены. А вот здесь вот написано, что эти елочки были специально выращены на специальных плантациях. То есть они не были срублены нигде в лесу. Их выращивают уже несколько лет. Вот так вот по таким технологиям, на таких плантациях. Так что они отвечают за качество. Так, пойдем с вами в один из магазинов. Вообще, вроде это немецкий магазин. Называется XXXLutz, если я не путаю ничего. Посмотрим, что здесь есть. В общем, здесь большой выбор всего. Есть даже постельное белье красивое. И очень много игрушек. В общем-то, огромный-огромный выбор. И так, а сейчас мы идем в Икею. В общем-то, в Икее все сметено, можно так сказать. Очень мало чего осталось. Я вам сюда прикреплю кадры. Возможно, вы не видели. Я ходила где-то осенью сюда. Здесь было огромное количество всего. Но сейчас в большинстве своем пустые полки. В общем-то, что я и говорила в предыдущем видео про Икею. Потому что здесь обычно всегда все очень быстро разбирают. Уже на самом выходе представлена новогодняя коллекция. Различные игрушки. Очень много всего. Декоративные веночки. Можно купить сразу из игрушек. Собилось огромное количество новогодней бумаги подарочной. Можете видеть, как она выглядит, мне кажется. Вот это вообще потрясающе красивое. В этом году, мне кажется, у них даже как-то получше коллекция. В этом плане. Смотрите, какой невероятный милый подсвечник. С гномиком и с елочкой. Красиво очень. И насколько ходят слухи, лучше закупаться уже всякими декоративными вещами для Нового года уже сейчас. Потому что в Икее это все очень быстро разбирают. В общем, друзья, осталось от рождественского выбора. Здесь совсем практически ничего. Так что я не знаю, как в России на самом деле. Но я думаю, что ситуация примерно такая же. Сейчас в Икее огромные скидки на все. Поэтому, видимо, люди приехали закупаться. И вот я хотела взять звездочки. Возьму вот такие вот остались. Они вот так вот выглядят. С такими точечками. Есть еще с красным таким обрамлением. Вот как здесь лежат. Вот не знаю, еще вот такие. Брать, не брать. Они тоже с красным таким оттенком. Даже не знаю, где они лежат. Потому что, ну, честно говоря, практически все скупили. Я не вижу ничего из того, что ранее было представлено. И на кассу огромная очередь. Поэтому сейчас открылись магазины спустя долгое время. И все люди приехали закупаться, в общем-то. Единственный приятный бонус это то, что осталось имбирное печенье. В общем-то, Икея пустует, можно сказать. Поэтому сейчас я пойду еще посмотрю огоньки на елочку, которые у меня пока что нет. Вот, но, если честно, так, судя по всей ситуации, и судя по тому, какие здесь елки представлены в Икеа, скудненькие совершенно, какой-то максимальный минимализм. Поэтому я думаю, что лучше у вьетнамцев где-нибудь купить елку. Она там и дешевле, и более пышная. Вот, сейчас пойдем с вами за огоньками. Ну вот просто что это? Это издевательство какое-то или что? Вообще три веточки, можно сказать, и все. Не знаю, как-то на любителя. Хочу купить вот такие вот гирлянды. Они здесь представлены. Здесь есть 24 такие лампочки небольшие. И вот подешевле есть здесь 12 лампочек. Ну что ж, так как в Икеа все раскупили, мы сейчас с вами еще зайдем в Глобус, в отдел «Все для дома» и посмотрим, не раскупили ли там все. Может быть, там тоже удастся что-то купить. В общем-то, в Глобусе покупки были более успешные. Вам потом это все покажу и распакуем вместе. Итак, мы с вами уже вышли из Икеи и из Глобуса, и теперь переносимся во вторую часть, где мы с вами приготовим очень вкусный американский рождественский пирог. А сегодня мы с вами приготовим очень-очень вкусный пирог с орехами. Это на самом деле американский вариант пирога, поэтому, пожалуйста, не удивляйтесь, он будет очень-очень сытным и сладким. Для его приготовления нам понадобится сливочное масло, грецкие орехи, ванильный экстракт, или можете взять просто ванилин, тростниковый коричневый сахар, кукурузный сироп и кленовый сироп. Я также буду использовать настоящий канадский сироп. Я уже его использовала для сырников, очень-очень вкусный. И раньше я вообще очень сильно интересовалась Канадой, мне нравилась их культура, поэтому для меня вдвойне приятно попробовать что-то настоящее из Канады. Начинаем с муки. Добавляем примерно 2,5 стакана муки, можно чуть-чуть поменьше. Затем добавляем немножечко соли. Добавляем сахар. Далее нарезаем сливочное масло и добавляем ко всему тому, что мы уже с вами сделали. Затем нам нужно все аккуратно измельчить. Добавляем полстакана ледяной воды. Затем мы замешиваем с вами тесто, достаем специальную пищевую пленку и убираем тесто в холодильник примерно на 1 час, можно немножечко поменьше. После того, как наше тесто немного отдохнуло в холодильнике, мы его достаем и раскатываем. Что касается пропорций ингредиентов, я все оставлю в инфобоксе, где вы можете это подробно посмотреть. Затем раскатанное тесто я сворачиваю в 4 раза. И обратите внимание, по какой технике я буду это все выкладывать. Я прислоняю уголочек получившегося конвертика из теста к центру нашей противени и затем раскладываю сначала пополам и затем полностью. Далее нам нужно все это тесто очень хорошо утрамбовать и отрезать ненужные частички, чтобы получился очень красивый краешек. Для того, чтобы краешек получился действительно красивым, нам нужно сделать небольшой простой узор. Обратите внимание на технику, как я это делаю, это очень просто. Тем временем займемся с вами начинкой, самым вкусным. Для этого нам понадобится 3 яйца, затем добавляем примерно 75 грамм кленового сиропа, 300 грамм кукурузного сиропа, немного соли и затем коричневый тростниковый сахар. Не забываем также про ванильный экстракт. Затем добавляем яйца. Занимаемся орехами, так как это у нас все-таки пирог с орехами. Чуть-чуть, совсем немного измельчаем грецкие орехи и добавляем к нашему пирогу. Затем выливаем вкусную основу пирога из сиропа и ставим в духовку примерно на 50 минут, желательно даже немножечко побольше, до готовности в общей сложности. А из оставшегося теста от пирога я решила сделать милые печеньки. Получился очень сладкий и вкусный пирог, так что если вы любитель чего-то очень сладенького, то этот пирог вам точно понравится. В этот раз влогмус получился уж очень насыщенным, что я даже забыла записать концовку. Но, пользуясь случаем, скажу вам огромное спасибо за просмотр. Я желаю вам хорошего настроения и чтобы вы дальше продолжали смотреть мои рождественские видео. Я все еще надеюсь, что они повышают ваше новогоднее настроение, поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал и вскоре ждите новые видео. На сегодня все, всем пока-пока!